Я люблю сочетать самые несочетаемые вещи, казалось бы, на первый взгляд, но тем не менее. Итак, открываем красивую гламурную дверь, а за ней у нас лофт-лофт. На полу у нас эта плитка. Марина Ира гордится удачной комбинацией неоклассики и лофт-стилей в интерьере уборной. Ее она спроектировала сама в собственной мастерской архитектуры дизайна. Арт-директор признается, что не заметила, как хобби переросло в статус любимой работы. С 2003 года ульяновское креативное пространство занимается розницей, а также сотрудничает с местными мастерами и продвигает их и свою продукцию далеко за пределы региона. Это семейный бизнес. Мы с супругом ведем вместе нашу деятельность. И 2,5-3 года назад возникла идея собрать возле себя начинающих дизайнеров. Мы, те дизайнеры, которые уже с большим опытом нуждаемся, в рабочих руках. Объединить действующих новоиспеченных дизайнеров и крупных поставщиков позволяет специальный ульяновский фестиваль «Профест». И здесь Эра и ее команда в части финансов активно помогают правительству. Сейчас владелец мастерской мечтает открыть школу дизайна и выпускать собственную линейку одежды. Мне бы хотелось, чтобы наше налогообложение было более лояльным именно к нам, потому что это такая любимая доля, которую мы платим государству. То есть вот именно не государству, а налоги. Вот если бы нам шли навстречу и наши налоги существенно бы снизились, тогда бы нам было точно легче дышать. Скумбрия в маринаде от ульяновской торгово-производственной компании стала номер один в номинации выбор сетей на продовольственной выставке «Петерфуд» в прошлом году. Рыбный двор ворвался на ульяновский рынок в 2008-м. Тогда их филе и стейки из рыбы стали своего рода ноу-хау для местного потребителя. Спустя три года предприятие открыло еще один филиал в городе, расширился ассортимент. В настоящий момент мы выпускаем большую линейку именно брендированной продукции. Нас можно уже узнать по нашей торговой марке. Также мы представлены в Ленте и работаем с многими регионами Российской Федерации. Это и Москва, и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург. Изначально стартовала компания на собственные деньги. После рыбная фирма получила поручительство региональной корпорации развития промышленности и предпринимательства. В 2017 году Министерство агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий оказало финансовую поддержку. На средства предприятие обзавелось новым оборудованием. За счет этого объем производства вырос до 1000 тонн. В 2019-м расширился грузовой автопарк. Компании появились дополнительные холодильные камеры на складе и оборудование для производства рыбных полуфабрикатов. За 2019 год по отношению к 2018 году наш блок малых предприятий прирост в оборотах, выручке и в налогах на 10%. Исходя из этого мы также прогнозируем подобный рост и в этом году. Это не только объемы производства, но и объемы продаж. В 2020 году целевой показатель вовлеченных в малые средние предпринимательства в регионе должен достичь отметки в 149 тысяч человек. Это как сами индивидуальные предприниматели, так и работники предприятий.